Три сила, тысячи жителей и стратегически важный мост. По нему не то что проезжают, проходят, надеясь на русское авось. Восстановить мост нужно как можно быстрее. И поэтому сюда, за сотни километров от Владивостока, уже пришла тяжелая техника и начала работать. Весна. Только растаял снег. Потеплело и работы закипели. Это село Боголюбовка Дельнереченского района. В апреле этого года здесь застучали молотки. Объект сразу назвали социально важным. Даже во время ремонта восстановительных работ был организован проезд, дополнительно построили объезд. Ну это прекрасно, конечно. Тем более, такие деревушки у нас восстанавливают. Тут три человека осталось, можно сказать, пенсионеров. И восстанавливают. Что-то, наверное, к лучшему идет на раздвижность. 56 миллионов рублей из краевого бюджета подрядчики освоили. Два моста сдали в срок. Построены под современные нагрузки и с учетом гидрологических расчетов. Мост рассчитан не только на соответствие нормативной грузоподъемности, о чем подтверждают проведенные испытания. И это 60 тонн прохождения грузового транспорта. Но и он рассчитан на пропуск гидрологических паводков, таких как прошедший Тайфун Лайн Рог. О чем, в сущности, вот все мы видим, что он практически не подвергся разрушениям. И вода, которая проходила здесь, и была по уровню достаточно, и по потоку очень интенсивная. Все строительные конструкции этого моста выдержали достойно. Как только были сданы два моста в одном районе, как технику срочно пришлось перебрасывать на другую территорию. Роман Гиревец занимается несколькими направлениями. Но в последнее время все больше внимания стал уделять дорогам и мостам. Начинал с Тернейского, потом был Дальнереченский, теперь вот Красноармейский район. И везде мосты жизненно необходимы. Тут за спиной семь сел. Тысячи жителей, есть объезд. Но он больше создает проблему, чем решает. Этот мост – это то печальное событие, которое произошло у нас 13 сентября. До этого были слухи, что, в общем-то, моста лишились, а мы этого. Но действительно подтвердилось 13 сентября. Мост этот связывает у нас порядка семи сел, находится за мостом. Самое крупное измалихинское поселение. Село Измалиха, село Новокрещенко и, в общем-то, ряд других сел. Проживает там более тысячи человек. Действительно, объезд составляет, в общем-то, порядка 12 часов, чтобы попасть в эти села и добраться по объездной дороге. Действительно, для моста для них очень значим. Приступили мы к подготовительным работам. В общем-то, благодаря Департаменту дорожного хозяйства и подрядчикам найдено конструктивное решение, как это можно сделать, как можно его восстановить и отремонтировать. Значимость очень велика. Или людям добираться по 12 часов, а это же доставка и пенсии. Это же, в основном, конечно, там проживают у нас пожилые люди. Это и скорая помощь, это и пожарные. Без моста этого просто-напросто никак. И спасибо огромное губернатору, что понимание в этом есть. Мы попали в перечень восстановительных работ по федеральным средствам. Порядка трех комиссий у нас здесь отработали, в том числе и представители Росавтодора были. Поэтому, в общем-то, всеобщими усилами я думаю, что мост будет восстановлен. Сейчас идут подготовительные работы, уже развернут лагерь. Мастостроители готовятся к зимовке и работе в максимально сложных условиях. Работы не очень сложные. Вся сложность в супер коротких сроках и в наступлении зимы. То есть контракт еще не подписан, вот-вот на подписание. А мы уже обустроились, потому что вот-вот морозы начнутся. И нам надо за два месяца фактически обеспечить проезд в ту сторону. Вот это очень большая сложность. Технически больших сложностей здесь нет. Но, тем не менее, вы собираетесь при строительстве применять какие-то новые технологии. Можно рассказать, что это за новые технологии? При обследовании моста выяснилось, что основные опоры этого моста сделаны были в 1947 году. Шпунты погружены в грунт и на них опоры смонтированы. Мы решили, после совещания всех со специалистами всеми, решили повторить эту конструкцию чуть в более усиленном варианте. Потому что время показало, что она в этом месте очень эффективна. И мы четыре опоры в начале, и одну опору, которая обрушилась, именно по этой технологии будем делать. Уже полностью произведены расчеты, чертежи, проект. Поэтому решили повторить эту конструкцию, чтобы он еще 70 лет простоял, этот мост. Тернельский, Дальнереченский, теперь Красноармейские районы охватываете в работе мостовых переправ. Ощущаете ли вы здесь помощь власти, краевой и районной? Ну, краевой власти помощь мы ощущаем всегда. Потому что именно краевая власть полностью является нашим заказчиком. Она вовремя и оплачивает все, и полностью во всех вопросах помогает. Как бы, поэтому так. Районная власть в Дальнереченском районе не очень активно помогала. В Красноармейском районе Гриценко Наталья Николаевна пока обещает всестороннюю помощь. Поэтому посмотрим. Ну, я с тобой уже давно общаюсь, давно не первый объект, который мы вместе здесь снимаем. Скажи, на твой взгляд, чем он интересен для тебя? Потому что, я помню, ветряки были интересны одной историей. Потом дороги, которые начинались в Тернельском районе, другой историей. Вот сейчас мосты, они чем интересны для тебя? Ну, вот взять, если этот мост, то в крае, вот сегодня, не нашлось ни одной организации, которая бы взялась за такой срок это сделать. Как я говорил все прошлые разы, меня заводят и испытывают драйв от того, что я могу, а другие не могут. Вот как бы главное. А вообще, само строительство, оно само по себе. То есть, я езжу потом и вижу результаты своего труда. Вижу реальные продукты, которые работают, которые выстояли. В этот тайфун, рекордный наш, Лайнрок, мост на Амгу, который мы построили в прошлом году, там всю дорогу смыло. А мост стоит со всеми своими сооружениями, с дамбами, со всем. Вот он стоит один-единственный там. И так было приятно. Вот поэтому мне это нравится. Постоянно в движении, постоянно в развитии. Он так привык. Даже сейчас успел в Новосибирск слетать и купить раздвижной мост. Я приобрел тяжелый механизированный мост. Вот такой же мост поставили возле Кавалерова, в сторону Суворова. То есть, это МЧС, это государство поставило. А поскольку я участвую постоянно в аварийно-восстановительных работах, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, то я посчитал нужным, что необходимо крайне нам приобрести свой механизированный мост, чтобы он был здесь у нас в крае, чтобы не ждать, когда что-то случилось, чтобы можно было переправы организовывать прямо сразу после всевозможных стихийных бедствий. Получается, на будущий запас такой сделал? Конечно, конечно. Потому что ждали, по-моему, две или три недели эти мосты с запада. И потом они временные. Они сейчас отработают своих, обратно заберут. Неизвестно, останутся они в крае, нет. А у меня уже этот мост будет всегда здесь находиться у нас в крае. Поэтому мы вот так вот отработаем. Нам, видите, приходится специальную технику тоже приобретать, потому что работаем в очень трудных условиях. И поэтому вездеход, вот уже, Данил, ты видел, который везде на севере работает. Вот сейчас вот новая техника такая интересная, уникальная приобрелась. Поэтому будем дальше работать, трудиться на благо отчизны. Завершить работы в Красноармейском районе планируют в два этапа. К концу этого года наводят временное сообщение, а весной сдадут новый мост. Хасанский район от тайфуна пострадал меньше других территорий Приморья. Но и здесь нашлись свои болевые точки. Дорога Андреевка видеть, и в хорошие времена не очень-то и проходима. Ликвидация последствий ЧС на Хасане стала делом общим. Власти района обратились за поддержкой к предпринимателям, и те откликнулись. Одним из таких стал Владимир Мазин. Предпринимателям помогли власти района, чего не скажешь о руководителях некоторых сельских и городских поселений. Например, Витязь и Андреевка входят в Зарубинское городское поселение. Глава Зарубинского поселения, когда объявили ЧС, первый тайфун прошел. Он появился всего один раз сюда. Основно, скажем так, больше работает его зам. И насколько мне часто приходится с замом сталкиваться, при такой работе его просто надолго не хватит. Глава ничего не делает. Отронял и жил, больше ничего нет. Сваливает, ставит задачи с утра заместителю своему, после обеда другую задачу, после обеда еще одну. В результате человек физически не успевает не выполнить ни первое поручение, ни второе, я уже не говорю о третьем и четвертом. Сам глава ничем не занимается, отстранился от всего, а кроме обранья, лжи, больше ничего нет. А вот еще есть такое, знаете, понятие социально-ответственный бизнес. Вот для вас это, получается, сродни вашим предприятиям, получается, как бы, дело. Почему? Потому что, ну, можно же деньги себе в карман положить и все, ничего не делать. Но у вас, в принципе, смотришь, жизнь на другие. Ну, всю жизнь я не могу финансировать такие объекты. Во-первых, техника, это удовольствие очень обходится дорого, и особенно топливо. Комплекс работы техники обходится где-то от 50 до 70 тысяч в день. Поэтому вот, когда по первому ЧСу объявили, ну, время у меня ушло где-то в районе 25 дней. Это хорошо, есть люди, которые проживают здесь, у них есть точно так же техника, они подключаются. Я уже говорил, это Соболев Сергей, он, ну, с нами работал, ну, практически не все время. Ну, на первом этапе он сильно и эскаватор ставил, и самосвалы свои ставил, то, что у Кузнецов работал, то очень так же у него и бульдозеры, и самосвалы. Ну, то есть, вот, благо, что эти люди есть, и в данный момент, когда эта ситуация происходит, они приходят, и, то есть, причем звать никого не надо было, то есть, кто хотел, приходили, они участвовали. На все и вся сил предпринимателей не хватает. На Витязь дорогу сделали, а вот в Зарубино не смогли. Местная администрация чуть-чуть засыпала ямы, и на этом все. Жители хотят оставку по одной простой причине. У нас были всякие здесь главы администрации, но вот этот вот глава, это просто ноль. Были разные моменты, кто-то кого-то недослышал, недопонимал, не хотел общаться, принимал одну категорию людей, не принимал другую. Но то, что сейчас, какой сейчас сидит товарищ у нас на кресле главы, то это просто ноль. Полнейшее отсутствие, бездействие, ни с каким вопросом к этому человеку обратиться нельзя. Неважно, с маленьким ребенком ли, со старым ли человеком. Школы, по поводу школы, так как у меня ребенок находится, учится в школе маленькой, значит, были такие моменты, доходящие до абсурда. Капало детям на голову. Ходила как через день в администрацию, ходила как к себе домой с просьбой одной простой, покройте, пожалуйста, крышу. Такие были ответы. Человек не может обычный так ответить, а человек, который занимает пост, просто не имеет права даже так отвечать. Школы в упадке, дорог нет. Элементарно у нас третий день сегодня стоит поезд забота, бесплатная медицинская помощь, которая приходит на помощь обычному человеку. Ну вот это второй раз в год. Я уже не говорю о том, что хотя бы развешали афиши, достаточно, чтобы оповестили людей, что придите, люди, у вас не хватает денег поехать куда-то, в города и так далее, на месте. Как глава, кто вперед должен волноваться о своем жителе? Естественно, глава. Ни одной афиши с указанием того, где будет находиться поезд забота стоять. Пенсионеры приходили в больницу, бедная с палочкой, разворачивалась и шла домой, я лично это видела. Второй момент мог бы как глава побеспокоиться, предоставить автобус для тех же пенсионеров-бабуляк, чтобы доставили людей, это всего три дня, в течение которых люди могли бы получить бесплатную помощь. В крахе все. Больница в упадническом состоянии, школы в жутком состоянии. Все в упадничестве. Ну, то есть, главой это с большой натяжкой. Да какая натяжка? Ноль. Еще раз повторюсь, ноль. Вопросы накопились и со стороны депутатского корпуса, главный из которых неэффективное расходование бюджетных средств. Мы находимся на местной дороге, да, муниципального значения, где денежные средства выделяются из бюджета. Ну вот, один из участков, который преодолевает транспортные средства, были размыты также тайфоном «Лайн Рок» прошедшей. А вообще, на ваш взгляд, то, что средства совершенно не осваиваются, вас это как, сильно беспокоит как депутатов? Да, конечно, сильно беспокоит. Мы неоднократно разговаривали с главой и на заседаниях, и вне заседания муниципального комитета о том, что не осваиваются бюджетные средства. У нас на сегодняшний день не освоено больше половины бюджетных средств. То есть, были заложены денежные средства, в том числе на новое асфальтовое покрытие по всему поселку. Однако, до настоящего времени деньги не освоены. То есть, аукционы не объявляются, на главу повлиять никаким образом не можем, ни через контролирующие органы. То есть, ну, глава никого не слушает. Ну, вот смотрите, он же наверняка местный житель, да? Насколько я понимаю, местный житель он? Местный житель, да. Вы тоже здесь проживаете непосредственно. Ну, обычно муниципальные комитеты и глава, который исполнит новость, настолько тесно сотрудничают. Здесь в чем проблема, на ваш взгляд, все-таки? Неэффективность его управления? Скорее всего, да. Неэффективность управления. И, ну, человек, он не управленец, получается, и не хозяйственник. Поэтому поселок находится вот в таком вот запущенном состоянии. То есть, ни дороги, ни какие-либо другие проблемы в поселке не решаются. И повлиять на него абсолютно не может ни мы, как законодательная власть, ни контролирующие органы. Это неоднократно работали с прокуратурой. Они даже выезжали на наши муниципальные комитеты, на заседания. Но все остается на том же уровне, на каком остается. Сейчас депутаты и жители организуют сбор подписей за отставку главы. Ситуацию под контроль взяли в районные администрации. Редактор субтитров А.Семкин